Вы даже не четко, но вы уже видите, что там какое-то здесь изменение произойдет, вот так реагирует. В крепких руках мы как раз это и стараемся, чтобы мы нашли ту точку с разным партнером, где мы можем видеть его полностью. Понятно, да? А не стоять и смотреть куда-то ударить. Концентрация на партнере, потому что чуть-чуть зазевался где-то, да, глаз моргнул, ну да, пошел удар. Ясно. Плюс мы работаем с партнером, он делает действие какое-то там, свое лицо, чтобы мы видели, что он делает, а не зажимались. Понятно, да? То есть мы привыкаем, а привыкаем чего? Мягкого, медленного. Не никак с быстро, потому что если быстрее, вот, допустим, я делаешь где-то там быстрые движения, а я вот там... Вот чтобы вот таких вот вещей не было, да, нужно что? Мягкого, медленного делать, вот. А потом постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть добиться нормальных потом ощущений. Во-первых, вы будете чувствовать, что же такое расслабление, легкость, мягкость, вот. И в чем различие? Оно с виду похоже, вот, вялость и тяжесть. Оно похоже с виду на легкость и расслабление. Но это разные состояния. Понятно, да, вот эти вещи? И когда вы работаете, вы понимаете, так, рука тяжелая. Или вы чувствуете, что рука тяжелая вашего партнера, вот, вот. И вы уже задумываете, ага, он уже противоречит, да, будет вставать, там, к примеру. Или я могу его длительным бегом замучить, вот. Все, если он здоровый, я буду стараться, чтобы он быстрее встал. Перенапряжение я замучаю, вот. Есть множество нюансов, тонкостей, что можно, вот, липкие руки, а у меня, не только у меня, вот. И у Игоря, тут, из моих учеников старших, вот, ну, младшие тоже, не подарки, а вот. И, вот, встать и часами делать липкие руки и, не просто, что они, вот, мягкие, делать, то есть уже, когда нужно делать, они могут часами делать и не уставать. Ну, что, ну, я же так называю, венчу тебя линия, да. Поэтому нужно экономить силы. А если еще он здоровый, то я должен правильно поступить, чтобы у него силы иссякали. Он уставал. А потом, когда уже он устал, у меня был товарищ, у него дорога качается, вот. Он говорит, Игорь, я никогда в жизни не думал, то есть силой решил, но никогда не видел, на себе не испытывал, что вот тебя бьют, а у тебя руки не поднимаются. А из-за чего, из-за того, что он был просто перенапряжен. А я-то ленивый, я же не хочу перенапрягаться, вот. Куда мне с ним бороться, как нездоровый, монстровый. Естественно, я помню, что ты там поставь, там ты тяжечку сделаю, вот. А он давит, он думает, что я напрягаюсь, а я-то не напрягаюсь, я просто расслабляюсь и делаю правильное движение, действие, вот. Все. А он думает, что я вот, и сейчас меня теперь переборю, у меня месяц побольше, вот. А мне до лампочки его высыпать. Если я не могу уже там спокойно противостоять его напряжению, я буду стараться где-то ухать, чтобы оно не скользало. Да, он учеркнул меня, где-то я погасил удар, пусть пройдет, ничего страшного. Ну, он устал, а потом я у тебя работаю, я пойду, здрасте. Понятно, да? Тоже такие вот моменты, это все тактика, вот. И в книжке, я там писал характеристики, классификация, да, действие. Там, какое-то действие, там, длинный, широкий удар, там, какое-то, такое-то, это, это, это не теория, это практика. И вы когда работаете с партнером, я говорю, а вот там, там, я говорю, а книжечки написаны, ребята, значит вы не практикуете. А, раз не практикуете, и книжечки не сравниваете. О, а там же было написано, вот оно, оказывается, ладно, ну-ка, да, я с ним поработаю так, а вот еще такие у него есть моменты. Расход нормально работает, ага, вот такие есть, надо быть осторожным. Все написано. И внимательно вот эти моменты можно спокойно на работе, на переложении. Будет тогда больше информации, будет больше ясности в работе, не будет тупиковых моментов. Просто будет сделки помнить, еще столько работы, столько всего интересного. Поэтому липкие руки, это, я же говорю, для того, чтобы и дистанция, и научиться правильно расслабляться, напрягаться в нужный момент. Вот, или же, допустим, чтобы была правильная натяжка. Нужна опять-таки натяжка, это не напряжение, наоборот, это расслабление и правильная работа сухожилием. Тогда будет интересно и выполнять липкие руки, и даже если длительно вы выполняете, то все равно не будет теряться у вас затор вот этот. И самое главное, не стремитесь, кто начинает, ребят, не стремитесь сразу же там кого-то околотить, добейтесь, чтобы ваши руки были легкими, подвижными, чтобы вы могли действительно, пусть не полностью, чуть-чуть, чтобы чувствовать движение вашего партнера. Поэтому мы делаем липкие руки, толчки и делаем, развороты делаем, делаем липкие руки, угоды, вот медленно, они нужно пока быстро. Потом липкие руки там уже будут с различными движениями ног сочетаться, развороты, угоды, заходы, вот, то есть все. Но, если вы начинаете, начните с одного, ему нужно сразу пройти, на себя много, оно надоест. Знаете, как много человек быстро съел, переел, все, он и ничего не хочет, ему еще и неприятно, дискомфорт. А когда есть чуть-чуть маленький голод, да, такой, то он нормально, он себе так, походил немножечко, голод как бы исчез, вот здесь, психологически вот этот момент голода, чтобы я не доел или не наелся там достаточно. Вот, правда, будьте здоровы. И так же самое и в технике, в работе, чтобы, ну, надо сразу много информации, вы надо этим мелким, маленьким кусочком проработать, займитесь маленьким, потом, вот, я говорю, информация будет просто сыпаться на вас, вот, что только вы успели ее прорабатывать и сдавать.